Ледовый дворец Наступил август 1998-го. Экономический кризис не стал преградой для нашего города. Специалисты трудились в тресмены. Мало того, работы велись с привлечением западных технологий. Был предложен именно проект американского проектировщика, американской канадской фирмы Эллерой Бекет. Фирма, которая занималась строительством в том числе спортивных крупных объектов в Америке, в Канаде. Начиная, дай бог памяти, еще с 1900 года. То есть волки, зубры этого направления. Хотя они и строили и небоскребы, понятно, и многие бизнес-центры. Но спортивная составляющая была серьезная. И вот вместе с ними, а дальше адаптации любых проектов нужно было делать на Подольской земле именно российскими проектировщиками. С Подольской граждан проектом был составлен такой союз. И вот рождалось это детище. Именно с учетом тех современных технологий, которые требовала спортивная индустрия. Сейчас Ледовая арена «Витязь» – эпицентр не только хоккейных баталий, но и всех культурных событий региона. Арена на 5,5 тысяч мест уже привычная для подольчан площадка. Тогда, в начале века, она произвела настоящий фурор. Была признана лучшей в стране. И это можно считать символичным. Россия жива, она умеет реализовывать великие творения. Кстати, Подольск – один из трех городов, где строительство завершилось открытием. И все благодаря людям, которые были инициаторами этого грандиозного проекта. Ярославль и Питер сдали свои площадки несколько позже. В 1996 году в Подольске был создан одноименный клуб «Витязь». Тогда спорт в стране переживал не лучшие времена. Направить молодежь в нужное русло было основным посылом. А еще воспитать своего олимпийского чемпиона. Спустя годы можно с уверенностью сказать, что инициаторам удалось выполнить поставленную задачу. Многим дать путевку в большой спорт. «Витязи» завоевывают награды на высших уровнях. Емелин вернулся из олимпийского Токио с бронзой. Под красно-белым флагом с буквой «В» выступают наши олимпийские чемпионы. Александр Поветкин, Алексей Мишин, чемпион мира по боксу Денис Лебедев и другие. Список известных имен можно продолжать бесконечно. Спустя четверть века эмблема русского богатыря становится все заметнее, прославляя Подольск по всему миру. У нас много олимпийских чемпионов. И мы выполнили и поставили перед нами задачу и государством, и правительством, и регионами. Сейчас в клубах «Витязь» по всей стране занимаются около 5000 человек. Ну а Ледовый дворец продолжает взращивать хоккейные таланты. От Калининграда до Дальнего Востока подольский лед притягивает ребят со всей страны. Мы с вами идем по дороге, по которой шли в свое время Панарин, олимпийский чемпион Прохоркин и много других ребят. Георгий Белоусов и Василий Подколзин, которые сейчас находятся в сборной на хорошем счетам, рассчитывают его. Вот сейчас на данный момент команда находится на сборах, их здесь нет, поэтому может быть такая тишина. Но с середины августа здесь уже начнут кипеть страсти, и уже совсем другая обстановка будет. Не останавливаться, прославлять и приумножать заслуги своих предшественников на всех уровнях. Русский богатырь словно олицетворение современной России. И визитная карточка Подольска, историю родного города продолжат новые имена и новые победы.